То есть на сегодняшний день нам не надо для этого опрашивать, она просто меряется, и она имеет, грубо говоря, просто вот прям достоверность. Мы считали достоверность по критерию студентов, мы считали там по непараметрическим критериям, то есть сидит целая команда и занимается тем, что валидизирует то, что мы пытаемся измерить регулярно. А собственно наши отчеты выглядят в виде кривых, причем если мы один раз что-либо замерили, то дальше мы можем это собирать по сценам, по секундам, мы можем привязаться просто к кадру, но к кадру привязываться не надо, потому что, как вы понимаете, если там мы говорим, ну я люблю приводить про моргание людей, то есть если кто-то скажет, что моргание очень яркий показатель эмоциональной вовлеченности. Но люди моргают от трех до четырех, ну то есть один раз за три, от трех до пяти секунд. Женщина чуть чаще, мужчина чуть реже. Поэтому если мы это раскладываем покадрово, то есть понимаете, в секунду тридцать раз, это бессмысленно, там их нету, ну может быть. Также как хочу пару слов сказать по поводу тепловых карт. Если мы наберем в интернете тепловые карты, у нас вылезет огромное количество примеров с тепловыми картами, вот это направление взора, о чем я всегда предупреждаю. Это хороший инструмент, но софт для тех приборов, по которым рассчитываются, дальше делается эта визуализация и рассчитываются тепловые карты, построены на премоторной царе внимания. Который относит, что фокус зрительного внимания совпадает с направлением взора. Значит, известная пословица, смотрел в книгу, а видел фигу, это не говорит о том, что это внимание было осознанным. Да, здесь несомненно для рекламы все равно есть важный момент, потому что если это в принципе не оказалось в фокусе вашего зрения, то вы точно не запомнили. Так же как известно утверждение, мы сейчас расположим наш бренд в периферийном, где-нибудь в уголке, он будет стоять и его все равно все запомнят. Так вот, если туда ни разу не попадет, ни один взгляд респондентов не запомнит, вот попробуйте, вот мы там сидим, вот так вот, да, вот попробуйте сфокусироваться на мне и на, ой, забыл, как вас зовут, Оля, и на Оле, о, Юля, и на Юле, вы не сможете. У нас фигу зрительного, если вы все школьные программы помните глазик, то у нас угол зрительного, вот, внимания на фолио на обратной стороне сейчас от 2 до 4 градусов, то есть там находятся рецепторы, которые отвечают за передачу этой информации в зрительную пору. Мы, конечно, не падаем, мы, конечно, видим целиком и видим периферию, но мы это видим, во-первых, за счет того, что у нас глаза совершают постоянное движение, то есть наши глаза все время двигаются, это первое. А во-вторых, потому что у нас есть ведущий глаз и ведомый, на чем, собственно, построены все стереоэффекты. У нас, вид у нас работает с запозданием по отношению к другому, и мы поэтому мы видим объемно. А вот вокруг периферии мы видим за счет того, что глаза все время совершают такие микродвижения. И эти микродвижения, они состоят там из определенных параметров, мы анализируем вот эти микродвижения. По этим микродвижениям можно сказать, на самом деле, какое там есть внимание, есть ли там сенсорное, есть ли там когнитивное, и вообще переросло ли это в интерес. Теперь, опять-таки, об этом уже сегодня говорили. В любом случае, анализируя любую рекламу, невозможно не забывать о том, что есть в регламе должны быть смысловые факторы. То есть, опять-таки, мы огромное количество роликов, в том числе тестово, снимали, который чудесный, прекрасный постановочный ролик, чудесный. Канске или вы? Все знают эту проблему. Не помню бренд, но знаю, что рекламировали. Ролик чудесный, рассказываю всем друзьям. Никогда не пойду покупать этот продукт. Поэтому, собственно, наличие в рекламе бренда, продукта и, так скажем, фильтров доступа к их целевой аудитории. Это такой, на самом деле, залог того, что рекламная компания, промо-компания, неважно материалы, там, в виде листовок, неважно в каком виде, они дойдут до нашего потребителя. Теперь немножко об эмоциях. Опять-таки, все уже это знают. Люди нерациональны. Люди принимают решения эмоционально. И у нас пошло. Огромное количество реклам стало нажимать на кнопку эмоций. Вот я хочу здесь как раз отметить, что главная эмоция не та, которая происходит в процессе просмотра рекламы. И вы тоже приведете его один раз к себе. А та эмоция, которая возникает от осознания пользования продукта. Поэтому мы, собственно, тоже сделали такую небольшую пабличку, которая говорит о согласованной коммуникации с потребителем. Реклама. Ее, ну, реклама, промо-компания. Ну, то есть, мы сейчас в таком упрощенном виде, потому что очень быстро. Формирование интереса к предложению у соответствующей категории. Нельзя счастливить всех одновременно. И вот это вот тоже надо понимать. Вы должны четко понимать категорию. И на самом деле то, на чем сейчас бьются в сегментировании целевых аудиторий, это как раз в попытках ухода от соцдемовских характеристик. А переход к сегментированию аудитории по способам потребления. Потому что, я всегда этот пример привожу, клубнику может любить. Ребенок, дедушка, профессор, уголовник, рабочий, ученый, мужчина, женщина. Это не зависит от соцдемовских характеристик. У нас таких продуктов достаточно много. Это зависит от, а, личных предпочтений, или от, собственно, способов потребления. Но даже туда сейчас не хочу идти. Поэтому, спасибо большое. Значит, второе, все это говорю уже, вот это вот, второе, это точка продаж. Там есть прямой контакт с продавцом или поставщиком услуг. И вот здесь проверяется соответствие предложению, сделанному в рекламе в промо-компании. И вот здесь формируются ожидания от пользования продукта. От того, как сотрудники сформируют ожидания от пользования продукта, зависит, станут ли, на самом деле, эти наши потребители лояльными, и придут ли они еще раз. И последняя точка, это пользование услуги. То есть, если человек удовлетворен, и если вот эти сформированные вот здесь ожидания и обещания рекламы, вот в целом были оправданы, и он получил удовольствие, он останется навсегда вашим клиентом. На самом деле, просто как апельсин. Спасибо вам большое. Спасибо большое. У нас есть еще очень интересная тема, аромамаркетинг. Давайте тоже послушаем этот интересный доклад. У нас спикер Руслана Юташев, компания Аромака.